Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Правда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Куриная ферма «Ульяновский аграрий» реализует инвестпроект по строительству птицефермы. В Ульяновской области стартовал 9-й международный культурный форум. Программа капитального ремонта в Старой Майне. В регионе продолжается прием заявок на сыскание губернаторской премии имени Ленина с суммой вознаграждения в 1 млн. рублей. На ферме в Новомолоклинском районе впервые прошла закладка инкубационного яйца. Сельскохозяйственный инвестиционный проект начал реализовываться в 2016 году с выращивания птиц. Спустя пару лет на предприятии закупили оборудование и установили инкубаторы. Никита Коновалов владелец птицефермы в Новомолоклинском районе. И каждый его день начинается с осмотра своих подопечных птиц. Их на сегодняшний день насчитывается 20,5 тысяч. Сегодня разведение птицы является перспективной отраслью животноводства. Наш герой начал строительство фермы в 2016 году. Проект инвестиционный, за время реализации которого реконструировано два птичника на 50 тысяч голов каждый. Построен новый комбикормовый цех. Накануне в хозяйстве заложили первые 25 тысяч инкубационных яиц. Завезли мы яйцо с Саратовской области, с ООО «Возрождение», холдинг «Русское поле». По качеству и по всем показателям они соответствуют. До этого мы брали живого цыпленка. Но ушли от этого. Почему? Потому что бывает сбои в поставках цыплят, особенно весной. Молодому фермеру помогает и Министерство агропромышленного комплекса. С прошлого года для возмещения части затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области животноводства, предприятию предоставляются субсидии из бюджета Ульяновской области. В следующем году на ферме построят два птицеводческих корпуса и установят еще два инкубационных шкафа. Общий объем инвестиций в проект составил 50 миллионов рублей. По прогнозам, инвестпроект позволит производить тысячу тонн мяса птиц ежегодно, которое уже реализуется на прилавках магазинов Ульяновской области и соседних регионов. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, Новости Улправда ТВ. В Ульяновской области стартовал девятый международный культурный форум. Местом проведения выбран Ульяновский государственный педагогический университет. В этом году форум будет сочетать в себе несколько крупных тематических блоков, а участниками деловой программы традиционно станут специалисты в области культуры, образования, креативных индустрий и других смежных сфер. Основные темы форума – экономика, культура, социальное предпринимательство и креативные индустрии. Также в программу войдут площадки, организуемые Санкт-Петербургским культурным форумом и специальная программа «Креативные города ЮНЕСКО». Отдельное внимание на форуме будет уделено теме социального предпринимательства, ключевой характеристикой которого является разработка, финансирование и реализация решений социальных, культурных или экологических проблем. Ситуация с местным долевым строительством начала решаться. Депутат Государственной думы Александр Якубовский оценил работу регионального правительства, за счет чего дела долгостроя сдвинулись с мертвой точки, расскажет Виктория Черкова. В Ульяновск приехал депутат Госдумы Александр Якубовский. Сегодня он встретился с губернатором Сергеем Морозовым. Как и в прошлые разы, главным лейтмотивом встречи были вопросы долевого строительства. Печально известный ЖК «Молодежный» дом номер 140 на Красноармейской и подобные им объекты должны быть достроены и сданы в эксплуатацию. В прошлом году вместо 32 проблемных строек в официальный реестр попало только 6. Так было из-за неправильно оформленных документов и неофициального статуса банкрота застройщиков. На данный момент ситуация исправляется благодаря работе правительства Ульяновской области. В соответствии с поручением губернатора уже с января этого года был создан фонд поддержки граждан, попавших в логичную ситуацию по действию недопросовестных застройщиков, который в соответствии с решениями и федеральными законами в сентябре месяце стал юридическим лицом самостоятельно. 14 сентября мы зарегистрировали фонд, который может выступать с заказчиком-застройщиком по достройке домов. Рабочая группа Александра Якубовского вместе с региональным правительством полгода работала над системой. Создание фонда было ключевым событием. И на сегодняшний день Ульяновская область фактически находится на передовой решение проблемы с обманутыми дольщиками. Потому что сегодня есть возможность получения федерального финансирования, а для этих целей необходимо создавать на территории региона соответствующий фонд, в который будет наполняться за счет федеральных средств. Фондом выполнен укрупненный расчет стоимости достройки всех проблемных объектов. Примерной суммы, необходимой для совершения их строительства, составляет полтора миллиарда рублей. Окончательная цифра будет известна после разработки сметной документации. Виктория Черкова и Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. В Ульяновской области продолжается прием заявок на соискание губернаторской премии имени Ленина. Напомним, сумма вознаграждения составит 1 миллион рублей. Данная награда будет присуждаться как одному лауреату, так и коллективу за выдающийся вклад в исследования в области гуманитарных и общественных наук или за творческие достижения в литературе и сфере искусств, способствующие прорыву социально-экономического развития субъекта. Заявки принимаются до конца октября в Управлении по общественным проектам администрации губернатора Ульяновской области. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 58-91-73. Программа капитального ремонта добралась и до Старомайнского района. В этом году два дома изменились в лучшую сторону. Будут ли продолжать в том же духе или прервут преображение района? Подробности в нашем материале. Крыши больше не текут и стены не промерзают. В рабочем поселке Старой Майна появились дома-счастливчики, которые попали в региональную программу капремонта. В этом году на улице Льва Толстого 99А отремонтировали скатную крышу, а на Комсомольской 39 утепляют фасад. Начальник местного отдела ЖКХ признался, что в ближайшие два года предстоит много работы. У нас в этом году будет разработка ПСД в четвертом квартале двух домов, которые стоят в плане уже на ремонт в 2020 году. И, соответственно, забегая вперед, программа с 2021 по 2023 года, также у нас где-то порядка 10 домов попадут под капитальный ремонт. История дома на Льва Толстого начинается с 1981 года. За минувшие 38 лет не было ни одного капитального ремонта. По словам местных жителей, примерно пять лет назад крыша дала течь. Во время дождей затапливала и первый этаж. В прошлом году жильцы потеряли терпение и вызвали комиссию для признания дома аварийным. После экспертизы ремонт перенесли с 2035 на 2019. Сейчас крыша отделана не только снаружи, но и изнутри. Технический этаж утеплен и изолирован. В результате вот такая вот крыша у нас, самая лучшая, я считаю, в Староманском районе. Очень качественная. Большое спасибо нашим строителям. В доме номер 39 на Комсомольской еще кипит бурная деятельность. Строители завершают отделочные работы. Отмостку укрепили, стены обшили теплоизоляцией и сайдингом желтого цвета. Подрядчик пообещал разделаться с оставшимися мелочами на следующей неделе. Начали в августе. Ремонт за месяц удался благодаря коллективному труду. Жители участвовали все с жителями. Здесь мне очень нравится работать. Удобно было с жителями. Мы все время работали вместе. Какие-то вопросы у них есть, постоянно у них спрашивали. Работали вместе. Никаких таких нареканий, наверное, не было. Еще мне здесь понравилось работать с администрацией, потому что какие-то вопросы были. Мы все вопросы решали с администрацией, нас проверяли надзор. В Таромайнском районе необходимо отремонтировать еще 76 многоквартирных домов. Приоритетные объекты расположены в Старой Майне, а также в селах Дмитриево-Помрязькино и Прибрежном. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ. Как сделать так, чтобы человек, приступивший закон, вернулся в общую жизнь полезной части общества? Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний постоянно ищут ответ на этот сложный вопрос. Недавно был найден новый метод, который отныне будет активно применяться. Осужденного из исправительной колонии номер 8 отпустили в двухнедельный оплачиваемый отпуск за предел учреждения. Две недели заключенный провел дома с семьей. Слово Павлу Плавову. Владислав Кишларь, отбывающий наказание в исправительной колонии номер 8, вернулся в учреждение из оплачиваемого отпуска. Возможность, не прерывая срока, побывать дома, теоретически предоставляется российским законодательством каждому. Однако, исходя из того же закона, отпуск за пределами зоны надо заслужить. Все практически как в повседневной жизни. В исправительном учреждении, чтобы отпустили за пределы, нужно строго выполнять режим. Причем в отпуске тоже. Во-первых, я не мог подвести сотрудников администрации, которые доверились мне о том, что я на самом деле положительно осужден, который стремится поскорее вернуться домой. То есть, у меня не было права на ошибку допустить что-то, находясь в отпуске. И я просто был обязан прибыть в назначенный день и соблюдать все наложенные на меня обязательства. Возможность побывать дома законодательно существует давно. Однако, применить ее на практике в Ульяновском управлении УФСИН решились впервые. Раньше, по признанию сотрудников, с этим было сложнее. Строительство храмов, клубов, библиотек, проведение различных мероприятий дали положительный эффект в деле перевоспитания, что, в свою очередь, позволило применять к отбывающим наказаниям такую меру поощрения. Распорядок дня отбывающих наказания для работающих осужденных, для неработающих осужденных. Распорядок для выходных и праздничных дней. Здесь осужден может ознакомиться, когда он может проводить свое личное время, чем может заниматься, когда у него должен быть отбой, когда у него обед, завтрак, ужин. Кстати, о режиме. Даже в отпуске заключенный должен был его соблюдать. Например, каждые два часа звонить в учреждение и отмечаться. Всего один пропущенный звонок и отпуск прерван. Полиция возвращает нарушителя на зону и вместо продолжения отпуска он получает взыскание. Среди прочих ограничений не выходить из дома после 22 часов, не выезжать за пределы населенного пункта. Однако, по словам принимающей стороны, плюсы полностью перекрывают минусы. Отпускать назад не хочется. Вот он две недели дома находился. Я уж так привыкла к такой щенке, как будто никуда я не уезжал. Правда, неохота. Ну ничего. Как-нибудь прорвемся. Дождемся. Дождемся. Прорвемся. Нормально все будет. Все наладится. Сам Владислав доволен. Повидал дочь, смог сделать многое по хозяйству. А самое главное теперь точно знает, что дома его ждут. Есть куда вернуться, есть ради чего и кого жить. Семья, по словам начальника ИК-8, одна из главных составляющих будущей ресоциализации. В домашних условиях со своей семьей, чтобы, как говорится, на период отбывания наказаний вот эта связь между семьей и осужденным, она не была нарушена. Чтобы потом по освобождению ему легче было адаптироваться на свободе. Ну и не потерять связь со своими родными и близкими. Выполнять режим внутри учреждения несложно, считает заключенный. Хотя есть и не совсем приятные моменты. Что самое сложное в режиме состоит для вас? Просыпаться в 6 утра. Да. А так больше ничего. Необходимый баланс между, как сказали бы в народе, кнутом и пряником, основа работы тех, кто не только бережет общество от приступивших закон, но и старается перевоспитать людей, которых не смогли воспитать школа и общество. Получается далеко не со всеми, но каждой победе здесь рады. Ольга и Владислав поддерживают друг друга. Она ждет, пишет письма, шлет передачи. Владислав своим поведением смог добиться отпуска. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улл, Правды ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, в выходные в регионе ожидается прохладная погода. В субботу температура удержится на уровне 8 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Магнитное поле возмущенное, ультрафиолетовый индекс низкий. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале управда.ру. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин